Привет, ребят! Это видео для начинающих, для тех, кто только собирается поступать, либо, мне кажется, это тоже подойдет для тех, кто, возможно, уже давно выучился на какую-то профессию и хочет обрести новую профессию, либо даже обрести эту профессию с помощью интернета и не обязательно идти для этого в университет, да, к примеру. Но, в общем, в любом случае, это видео для тех, кто просто не знает, кем он хочет стать и куда ему поступить. Для начала вам нужно просто определиться, как минимум, что вам ближе. Шить, рисовать, чертить, лепить. От этого вы уже можете отталкиваться. Например, в академии, где я училась, было множество кафедр, даже очень узких специальностей. Я здесь прикреплю список специальностей, которые, например, в нашей академии. К примеру, если вы хотите работать в чем-то более традиционном, да, то вам подойдет, например, пойти на монументальную живопись или роспись по дереву, заниматься керамикой, заниматься стеклом. Для лепки можно пойти на скульптуру. И, мне кажется, также можно отнести сюда больше дизайн одежды, потому что это все-таки про работу руками больше, даже если, я не знаю, вы там можете делать эскизы на компьютере, но их лучше делать все равно руками. Это все равно про работу руками. Если вам все-таки ближе диджитал, ну, как минимум, вы должны чувствовать, что вам ближе руками или диджитал, это априори. Вам, может быть, хочется, но у вас просто нет скиллов. Это абсолютно не страшно. То есть, если вы не знаете инструментов графических, это не значит, что у вас не получится, вам просто нужно начать. Среди диджитал это может быть графический дизайн. Там просто огромный список ответвлений, чем можно заниматься, поэтому это уже такая тема попозже. Это может быть кафедра анимации. Есть в некоторых универах чисто кафедра анимации, что, мне кажется, очень клево, особенно сейчас. Ах, я не знаю, я бы с удовольствием пошла еще на анимацию. Это может быть отдельная кафедра по фотографии или видеосъемке. Это все-таки тоже диджитал, потому что, ну, вы работаете с аппаратурой, потом вы это все редактируете на компьютере, да, и это все тот же диджитал. Просто здесь тоже такой полет фантазий. Если говорить про фотографов и видеографов, это тоже куча ответвлений, кем вы можете быть. На самом деле в этих творческих профессиях столько веточек, куда можно пойти. И еще как пункт можно сюда отнести архитектуру, потому что хоть и во всех этих творческих профессиях все начинается с ручного труда все равно, особенно первые курсы. Но архитектура тоже. У меня есть друзья архитекторы, они потом работают в этих всяких своих программках графических, да, поэтому тут тоже к графике мы относим. Все-таки все эти проекты делаются в графике, вот. Но вам тут нужно больше понимать, насколько у вас склад ума развит в сторону более какого-то суперрасчетливого, да, мышления или более творческого. Потому что если графический дизайн, это, опять же, нужно помнить, что творческая профессия, это не всегда про творчество. Точнее, всегда не про творчество. Шутка. Просто если вы архитектор, я думаю, у вас должен быть более такой склад ума, более конкретный, четкий, там, чертить вот это все. В дизайне это тоже есть, но это по-другому, да, поэтому нужно понимать, можете ли вы потянуть своим мозгом ту или иную профессию. Когда я поступала, я сдавала творческий конкурс, и один раз я поступала на дизайн одежды, в два места даже, но это лонг-стори. И потом я сдавала академическую разницу на граф-дизайн. И что я могу сказать? Для творческих специальностей экзамены, в принципе, примерно похожи всегда. В основном это рисунок, живопись и композиция. То есть как бы три экзамена. И для творческих людей, конечно, огромный минус при поступлении, это то, что вот этот вот зазор, когда ты можешь сдать экзамены, да, у тебя есть там твое ЗНО, оценки твои после школы, и ты можешь сдать как бы эти экзамены творческие. И обычно еще в этих вузах, обычно еще в вузах совпадают даты на экзамены. И ты не можешь, как кто-то, например, там, не знаю, юрист или кто-то еще, просто подать в, я не знаю, какое там сейчас количество университетов, учебных заведений, ты можешь подать там в 10 универов, и все. И ждать ответ, исходя из своих оценок. Здесь же тебе нужно идти, сдавать экзамен. Ты не можешь подать в 10 мест, потому что не можешь написать 10 творческих экзаменов. И тебе, как бы, ну, не только на оценки эти рассчитывать нужно, а еще как там, что сложится с твоим экзаменом. В общем, you never know. Например, я помню, что когда я сдавала свой экзамен на дизайн одежды, куда я, собственно, попала на бюджет, на мое удивление, и я даже расстроилась. Long story тоже. Мне нужно было нарисовать на тему кукуруза. По-моему, 5 нарядов, возможно, 3. То есть такой фэшн-вик устроить немножко. В общем, на тему, да, кукуруза, по-моему. А, по-моему, было 2. Кукуруза и капуста. Что-то такое, по-моему. Нужно было придумать образы, там, начиная тоже, там, прическу, там, да, модельку нарисовать, и ей, как бы, наряд. По-моему, это все было платье, или там не обязательно было платье. В общем, что-то в этом духе, и еще что-то, по-моему, было. Вот, я сейчас вспоминаю вот так вот в голове, как оно выглядело примерно. Я такая, господи, кто это делал? Хочу сказать, что до высшего учебного заведения я не имела сильной подготовки. Ну, чтобы вы понимали, на первом курсе, когда я вот находилась на дизайне одежды, я серчила, что такое графический дизайн, потому что я хотела туда перейти. Мне нравилось, что делают люди, и я там слышала о каких-то профессиях, там, что-то, может быть, иллюстратором каким-то непонятным. Еще что-то, и я на это смотрю и думаю, блин, и как-то они делают вообще такое. Вот на сайте Академии я смотрю на работы и вообще не понимаю, как, что, как вообще это работает. То есть я там только начала изучать фотошоп, сама по себе как-то рисовать, купила себе графический планшет, и как-то пыталась освоить как бы это. Ну, и все на этом. То есть как-то что-то сама пыталась, как могла. У меня до этого была художественная школа. Как по мне, художественная школа, она дает умение немножечко чувствовать форму, да, я научилась штриховать, там, чувствовать цвет. В этом духе. Но художественная школа – это отдельная тема, но она в какой-то мере, как по мне, она, по крайней мере, по своему опыту сужу, она максимально убивает твое творческое мышление. Да, там есть творческие работы, которые вы тоже выполняете, но я бы не сказала, что тебе именно дают выразить твое творческое мышление. Вот что я скажу. Поэтому первый курс в творческих вузах, он обычно очень такой технический, и, в принципе, это нормально. Упор идет в основном на рисунок, на живопись. Если это графический дизайн, то еще добавляются инструменты по типу фотошопа и иллюстратора. На курсе первом, когда у меня был дизайн одежды, это у меня были какие-то типа проектирования, там все связано было с рисунком и построением фигуры, опять же, и построением одежды, форм, то есть там всякие словечки умные учили, но лично у меня не было никакой практики по шитью. Да и мне, в принципе, и не хотелось. Хотя мы делали украшения, и там мы делали вручную, по сути, но я имею в виду, что мы не изучали никакую там машинку, как это все делается. I don't know, I don't mind. Но было бы очень круто, если вы, как человек, который идет только на первый курс, и у вас есть уже какие-то знания, допустим, на графический, и вы немножечко разбираетесь в фотошопе, это огромный плюс. Благодаря этому вы вольетесь в ритм дедлайнов просто на отлично. Если говорить о более детальной разборке того, где я могу пригодиться как художник или как творческий человек, то можно разобрать, например, графический дизайн, потому что это моя специальность, да, и вкратце поговорить о том, кем вы можете быть. Вы можете заниматься UI и UX дизайном, то есть заниматься разработкой сайтов, дизайна сайтов и приложений. Вы можете заниматься дизайном полиграфии. Это более техническая часть, хотя везде в любом ответвлении есть техническая часть, и вот эта вот занудная работа, которая иногда, знаете, так мозг выносит. В общем, дизайнер полиграфии в основном это баннеры, это флайеры, это все бумажная печатная продукция, которая везде нас окружает и пугает нас очень часто, потому что если вы выходите на улицу и видите все эти прекрасные рекламы, да, это кто-то из нас сделал. Вы можете быть иллюстратором, то, кем я являюсь, но тут, например, тоже можно сделать отдельную как бы категорию видео, в котором рассказать, что именно может делать иллюстратор, потому что иллюстратор тоже может делать кучу всяких классных вещей. Например, если вы учились в моей академии, то вы можете стать клевым фотографом, потому что у нас классные специалисты в этой сфере и классная практика была, поэтому вполне вы можете выйти после четвертого курса и начать раньше фоткать, вы можете выйти фотографом, фотографом, видеографом, хотя видеосъемку мы не практиковали. Ну, и можете, например, заниматься чисто брендингом и упаковкой, а можете, в принципе, и всем подряд, по чуть-чуть, но лучше выбрать себе какую-то более нишевую сферу и в ней уже набивать себе скиллы. И чуть не забыла, было бы очень актуально заниматься, вот, например, анимацией, да, и помимо этого заниматься еще клево разбираться в 3D графике. Это очень много где может пригодиться, поэтому you know what I mean. На третьем-четвертом курсе вы, скорее всего, поймете, что вам ближе, что случается с большинством, но если не случилось, мне кажется, это не суть страшно, главное просто делать. Само по себе ничего не придет. Вы делаете упаковку, вы делаете книжку, вы делаете фотографию, вы делаете это все, рано или поздно к вам придет, что вам нравится из этого всего больше. Но, возможно, к вам придет то, что вам вообще ничего из этого не нравится и, в принципе, не страшно. Вы можете обрести другую профессию. Я считаю, что бояться точно не нужно. Вы можете попробовать одну веточку в сфере творчества, потом попробовать другую. И никто не мешает этого делать. Никакого шейминга, понимаете? Никакого. От меня лично точно. Очень советую во время учебы, особенно на третьем-четвертом курсах, заниматься своим портфолио и визуалом, ну, как минимум, на беханте, потому что это ваше лицо. Это становится вашим лицом. И желательно, чтобы там были не только работы, которые связаны с учебными проектами, но и если те там находятся, то пусть они выглядят максимально реально, чтобы как бы привлекать потенциальных заказчиков в будущем. В общем, резюмируем. Не бойтесь просто пробовать, потому что всегда можно поменять свою сферу обитания, да, или попробовать новую какую-нибудь веточку, или вообще нафиг все бросить и начать жить заново. Кто вам мешает? Никто не мешает. И работы в портфолио всегда можно удалить, так как вы повышаете свой скилл, вы становитесь другим человеком, да, немножечко, и никто вам не мешает. В общем, все, начать заново. Главное пробовать. Поэтому, да, на этом разборе все. Я думаю, я хочу спланировать еще какие-то видео на тему образования и то, что, чем можно заниматься, что делать, куда идти, куда бежать, что пробовать. Поэтому, да, это такой вступительный момент. Я думаю, все. Спасибо за просмотр. Пока.